МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное событие дня в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Татевик Бабаян. Общественники, представители администрации, сотрудники ГИБДД, все они проверяют ремонт дорог. О предварительных итогах через минуту. Разведенный костер или непогашенная спичка могут стать причиной пожара. В МЧС объявили оранжевый уровень опасности. Запрещено находиться не только в лесу, но и на прилегающей к нему территории. Ни минуты покоя в собственной квартире. Жильцы дома по Цветному бульвару в Тольятти вышли на стихийное собрание. Пивная и кальянная во дворе мешают отдыху детей и взрослых. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Встречаем выходные с бодростью и позитивом. В Тольятти возобновились занятия физкультурой на свежем воздухе. Как им присоединиться, расскажем сегодня. Начнем с оперативной информации по ситуации с коронавирусом на автовазе. Количество инфицированных вирусом в Тольятти – 353 человека. Количество инфицированных сотрудников завода – 15 человек. Количество вазовцев, находящихся на карантине – 15 человек. Не ослабляйте контроль за температурой тела. Строго соблюдайте санитарные правила. Это уменьшит риск заражения. Как можно чаще мойте руки с мылом. Носите барьерные маски в общественном транспорте, на работе и в местах массового скопления людей. Соблюдайте социальную дистанцию, исследуйте разметки. При первых респираторных симптомах вызывайте врача и строго следуйте его рекомендациям. Десятки тольяттинских дорог обновятся в этом году в рамках нацпроекта. При этом большая часть работ уже выполнена. А значит, самое время подвести промежуточные итоги. На данном этапе только у одного из подрядчиков работы ведутся на 11 дорогах. Подходит к финалу ремонт участка дороги на улице Дзержинского от бульвара Кулибина до улицы Революционной. Качество исполнения контракта оценивает специальная комиссия. В нее вошли общественники, представители администрации и сотрудники ГИБДД. Что включает в себя общий свод работ, производимых на данном участке? Комплексная замена покрытия, то есть это фрезерование с обустройством ямочного ремонта, выравнивающего слой асфальтобетонного покрытия, частичной заменой бортового камня, нанесением временной дорожной разметки оранжевого цвета и, соответственно, укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и нанесением разметки термопластиком. Срок окончания выполнения работ по данному объекту датируется 30 августа 2020 года. Сейчас проходит промежуточная приемка работ. Госавтоинспекция выдает свои рекомендации, направленные на повышение безопасности дорожного движения на данном участке дороги. Не минута покоя в собственной квартире. Жильцы дома 31 по Цветному бульвару вышли на собрание. Все для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание к проблеме, с которой они борются не первый год. Дело в том, что возле их дома расположены пивная и кальянная. Их посетители мешают спать ночью и порядком раздражают днем. В ситуации разбирался Василий Логинов. Пьяные хулиганы, выходящие из пятийного заведения и творящие беспредел на детской площадке рядом. С такой ситуацией столкнулись жители дома номер 82 по Степана Разина буквально год назад. Тогда положение дел удалось исправить. Видимо, таким же исправлением вскоре придется заняться жителям дома номер 31, уже по Цветному бульвару. Слов нет, одни эмоции. Жители 31 дома по Цветному бульвару бурно выражают свое возмущение. Нет не только расположенным во дворе гаражным кооперативом с пивной и кальянной. Этим Тольятти уже не удивить. Возмущены жильцы постоянными ночными посиделками на детской площадке со спиртным и, главное, шумом. А ведь многим с утра на работу, а кто-то, наконец-то, хочет просто спокойно отдохнуть. Мы уже вот два года как здесь проживаем, но этот ад, который я здесь увидела, как бы меня просто убивает. Я пенсионерка, давление и прочее. Очень хотелось, чтобы было достойное проживание в этом доме. По закону ничего мы сделать не можем. А на самом деле люди идут на работу с утра, а до трех, до четырех утра здесь пьянки, гулянки, драки, что только не творится. Никому дела нет. Возмущает жителей в том числе и отвратительная передача псевдоопыта загулявших в пивох от старшего поколения к молодежи. Вроде в стране приняты все меры, вплоть до Конституции о защите детства. А тут, по словам жильцов, дети на площадке видят всю неприглядную картину дешевого алкогольного веселья взрослых. Это впитывает как губку, дети впитывают вот это негативно. Их годами учишь хорошему, доброму, и родителей, и воспитателей, и учителя. А здесь за один вечер такого нас слушается, что плохо, что дети перенимают, смотрят этот негатив. И нравственное воспитание нарушается. И это не все, что беспокоит и пугает жителей дома. Из пятийных и кальянных порой выходят вовсе не умудренные опытом взрослые нарушители тишины. Все чаще на выходе можно встретить даже не молодежь, а подростков 14 лет. Какое тогда будущее у города, если оно сегодня душится пивом, кальяном, а в некоторых случаях и наркотиками? Я сама неоднократно в 12 ночи заходила туда, там дети 14, 16, 17 лет. Которые, естественно, покупают пиво, берут пиво, пьют пиво. И потом ночью здесь невозможно жителям отдыхать, потому что идут пьянки, разборки. Да, действительно, формально, с точки зрения российского законодательства, размещение подобных заведений в гаражах, вблизи домов не противоречит нормам. До школы и детсада более 100 метров, а детские площадки на них может отдыхать любой, к сожалению. При поступлении в отдел приобретательского рынка таких же жалоб, мы, соответственно, действуем по такому сценарию. Мы отправляем письмо в ОВД, город Тольятти, с просьбой о усилении контроля со стороны полиции за соблюдением федерального закона 171-го о реализации алкогольной продукции. Со своей стороны городской округ Тольятти держит этот носом в контроле. Жильцы дома писали во все возможные инстанции, в администрацию, думу, непосредственно депутатам, губернатору, естественно, в полицию. На сегодня, видимо, это единственная структура, которая сможет навести во дворе порядок. Пивные и кальян, скорее всего, находятся здесь по праву и нынешние законы не нарушают. Так же, как и не несут ответственности за своих клиентов, покинувших заведение. А вот что полиция как раз может, так это без труда начать задержание за распитие спиртного и нарушение порядка в общественном месте. Жильцы надеются на увеличение количества патрулей возле их дома. И, конечно, по их словам, пару раз по 15 суток дебоширам тоже бы не помешало. Василий Логинов, Михаил Цуркин. Новости Тольятти. Серьезный отбор для участия во всероссийских соревнованиях. Представители Самарской области продолжают участие в финале 8-го национального чемпионата молодые профессионалы. Отметим, федеральный проект является частью нацпроекта образования, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Самарская область активно участвует в молодежном движении. В прошлом году на национальном чемпионате молодые профессионалы представители региона завоевали 12 медалей, что больше в два раза по сравнению с предыдущим годом. Соня, ну с какими мыслями подходила к сегодняшним соревнованиям, как настраивалась, как готовилась? На самом деле было немного волнительно, но мы очень много времени потратили на подготовку, поэтому шла с хорошими эмоциями и с нормальной поддержкой от преподавателей, от родителей, и с работы сотрудники поддержали меня. В этом году в отборочных соревнованиях Самарская область представлена в 18 компетенциях основной возрастной категории, и в 4 компетенциях на площадке выйдут школьники. Сегодня на базе Тольятинского социально-педагогического колледжа прошли отборочные соревнования по компетенции физическая культура, спорт и фитнес, в которой Самарская область выступает регионом-соорганизатором. В этой компетенции Тольятти представляет София Лариошкина, чемпионка мира и Европы по степ-аэробике. В любом случае охота быть призером-победителем. Пока что я как бы целюсь только на это. Поддержать сборную команду Самарской области можно в социальных сетях специальным хэштегом. О других заметных событиях смотрите в нашем коротком обзоре. От подачи документов до зачисления в формате онлайн в Самарской области проходит приемная кампания ВУЗы. Консультация в традиционном формате по-прежнему существует, но со строгим соблюдением санитарных норм. Прием документов для тех, кто поступает по результатам внутренних испытаний, завершится 7 августа, а по результатам ЕГЭ – 18. Уже на сегодняшний день в Самарский государственный медуниверситет подано более 10 тысяч заявлений. В Самарском техническом университете хотят учиться почти 12 тысяч человек. Больше всего заявлений поступило в Самарский университет – почти 14 тысяч. География абитуриентов обширная – 15 стран и 75 регионов страны. Обновление общественного транспорта. В Тольятти закупят новые автобусы, которые будут работать на газомоторном топливе. Напомним, Федеральное министерство транспорта приняло решение закупить автобусы не только для Тольятти, но и для Самары. По 25 штук на каждый из двух городов. Договор с поставщиком уже подписан. В Тольятти до начала октября придут машины марки «Лиас». Они полностью низкопольные, что позволит чувствовать себя комфортно всем категориям пассажиров. Автобусы оснащены специальным оборудованием для перевозки маломобильных граждан. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов. Об этом сообщили в областном МЧС. В связи с этим на территории губернии объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Действует запрет на посещение лесов. Кроме того, специалисты не рекомендуют находиться на прилегающей к лесу территории. Это может быть опасно. Жители Самарской области напишут диктант победы в этом году. Его планировалось провести 24 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на осень. В Самарской области подготовлено 705 площадок для проведения диктанта победы. Планируется, что всего оборудуют более 45 тысяч мест. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта «Диктант Победы.РФ» и в специальном приложении. Высокие результаты будут засчитывать при поступлении в ВУЗы. Встречаем выходные с бодростью и позитивом. В Тольятти возобновились занятия спортом на свежем воздухе. Каждую неделю инструкторы ждут всех желающих в Парке Победы. Гимнастика, дыхательные упражнения, йога для лица и тела и многое другое. Как проходит активное утро тольяттинцев в репортаже Дмитрия Мазурова. В здоровом теле здоровый дух. Эта фраза актуальна для любого возраста. В Тольятти уже несколько лет активно развивается проект «Заряжайся жизнью». Он был инициирован городской администрацией. Мы понимаем, что сейчас есть такой национальный проект демографии. В него заложен особенный акцент на занятия активностями лица старшего возраста. Поэтому это традиционная уже зарядка для всех желающих, тольяттинцев, которые могут прийти и спокойно пообщаться, зарядиться, сделать зарядку. Каждую неделю, независимо от времени года, тольяттинцы приходят в Парке города к 10 утра в пятницу, чтобы начать свой день правильно с зарядки. Все, что нужно от вас – желание заниматься спортом и хорошее настроение. А опытные инструкторы предоставят все необходимое снаряжение и покажут, как правильно выполнять упражнения. Занятия проходят в парках Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов с соблюдением всех мер безопасности в период пандемии. Приходим мы на эту площадку уже в течение полутора лет. Когда появился проект «Заряжайся жизнью», мы решили принять в нем участие. И поэтому каждую пятницу, независимо от погоды, от любых условий, мы каждую пятницу приходили сюда и занимались здесь зарядкой. Нам всем очень нравится. Здоровье в порядке! Спасибо, зарядки! Дмитрий Мазуров, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти. Большой подарок получили дети Комсомольского района от предприятия «Тольятти Азот». Химический гигант установил во дворе дома «Коммунистическая 53» площадку для ребят старшего возраста. Это стало для юных тольяттинцев и их родителей настоящим сюрпризом. Наша съемочная группа узнала мнение горожан о новом месте отдыха и о том, где еще появятся современные детские площадки. Дом без детской площадки – головная боль для родителей. А жители малоэтажки на «Коммунистической 53» живут так уже много лет. Тольяттинцы обратились с этой проблемой к депутату Тольяттинской думы и директору по технической политике по ОТАС Виктору Казачкову. Решение вопроса не заставило себя ждать. Был выполнен проект в соответствии со всеми нормами, правилами безопасности, чтобы люди и детишки особенно не получили никаких травм или каких-то повреждений в период работы. То есть все это сертифицировано. Работали на совесть строители, подрядчики, для того, чтобы в короткие сроки сделать жителям этих домов приятно, особенно их детишкам. Яркая площадка только открылась, а уже пользуется большим спросом у детей со всей округи. Депутату, его команде, ТААЗу огромное спасибо, что обращали свой взор на старый запущенный двор. Очень приятно, когда слова не расходятся с делом, и когда депутат во время предвыборной кампании что-то обещает сделать, реализует, это очень важно. И особенно важно, что за плечами таких депутатов стоят крупные предприятия, которые всегда оказывают помощь. Жильцы дома по адресу Коммунистическая, 53, также стали участниками губернаторского проекта «Содействие». Им выделили региональные средства на установку игровой площадки для детей младшего возраста. Важно отметить, что и здесь горожанам помог Тольятти Азот, ведь, согласно главному условию программы, часть суммы должны собрать заявители. Недостающие деньги и выделило химическое предприятие. Таким же образом, Тольятти Азот помог собрать средства для еще двух домов Комсомольского района. Юлия Владимирская, Дмитрий Мазуров, Андрей Комиссаров. Новости Тольятти. Печальное известие. На 48-м году жизни скончался легендарный гонщик «Мегалады» Сергей Ерошин. Он выступал в составе Тольяттинского клуба с 1990 по 2003 год. Завоевал множество титулов. Сергей Ерошин – многократный чемпион России по спидвею, бронзовый призер Кубка европейских чемпионов. Компания «Лады Медиа» приносит соболезнования родным и близким спортсменам. Прощание с Сергеем Ерошиным состоится в субботу, 8 августа в 13.30 в прощальном зале Бадныкинского кладбища. А теперь о погоде. Рубрику представляет салон «Штор Аллегра». Хорошие ткани по низкой цене. «Шторы Аллегра». Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Редактор субтитров А.Семкин И на этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте vasto.ru и в мобильном приложении «Итальятти-24». В студии работала Татевик Бабаян. Всего самого доброго и хороших новостей.